Так, ну-ка раз-раз, все вроде бы со звуком окей. Так, давайте начнем, ребят, всем здрасте еще раз. В принципе, я проверил тесты и ваши задания, которые нужно было выполнить. В целом, я доволен тем, что вы выполнили. Конечно, у некоторых были неправильно сделаны даты, там именно день, месяц неправильно кто-то выводил. Там забыли, что если мы указываем день, то он нам считает от нуля до шести, с месяц тоже от нуля считает, как бы эти моменты неправильно указали. Кто-то вообще даты не указал, кто-то их неправильно указал, у кого-то стили такие, у кого-то такие. Ну, в целом, более-менее самую основную часть, большая часть ребят сделали. Допустим, у некоторых были такие моменты, что ты кликаешь на кнопку, оно добавляется. Если я кликаю на Enter, оно не добавляется. То есть это тоже надо следить там. Кто-то проверку на пустую строку. То есть если мы вводим пустую строку, чтобы задание не добавлялось. Кто-то это не сделал, кто-то сделал. Там, допустим, условно еще. Элементарно, нумерацию, по-моему, никто из вас не сделал, если не ошибаюсь. Ну, может один, там, может максимум один человек. Зачем нумерацию? Нумерацию заданий, чтобы было удобнее за ними следить. Там вообще непонятно. По стилям, ребят, больше надо было поработать над стилями. Вы могли получить больше баллов на стилях. Ну, в целом, если смотреть среднее значение у группы, то в целом, в принципе, справились с заданием. Наверное, на следующем уроке уже окончательный результат я вам покажу. В принципе, сейчас тоже есть. Кто не делал туду рис? Кого не было на прошлом уроке? Вас, да, не было? Вам, наверное, будет необходимо в среду прийти пораньше, за час, чтобы выполнить задание. Задание у вас будет другого формата. То же задание, ну, конечно, уже не будет туду лист, потому что, поскольку вы его уже знали, да, сейчас вы уже узнали его. Так что в среду, я думаю, вам необходимо будет прийти в 6 по возможности и выполнить это задание. Если не получается прийти в среду, то нужно будет прийти в пятницу в 6. Или там задержаться, да, с 8.30 до 9.30, чтобы выполнить это задание, да, чтобы мы могли выставить оценки. Окей. Давайте тогда, ребят, начнем сегодняшнюю тему. Сегодня мы должны будем с вами изучать наши запросы, как с ними работать, как, чтобы водить, и чтобы это все у нас было красивенько, да. Поэтому смотрите, с чего мы начнем сегодня нашу работу. Мы сейчас должны будем, давайте я это все очищу. Пустой индекс HTML у меня, в принципе, ну, давайте так, вообще в идеале мне его нужно будет сделать так, с мета-данными, да. После, давайте я подключу свои стили. И также подключу JavaScript, да. Там JS. Я сделал такие базовые подключения. Теперь смотрите. Помните, мы с вами пользовались такой вещью, как FakeStore API. Мы именно пользовались, ребят, на прошлом уроке? Да. На позапрошлом, да? FakeStore API – это такая, скажем так, бесплатная база данных, да, API-шка, с помощью которой мы будем учиться вообще взаимодействовать. Сейчас мы будем строить, грубо говоря, интернет-магазин на базе вот этой базы данных. Но в будущем мы с вами научимся создавать локальную базу данных, такую же условно, которая будет работать только на вашем устройстве. Ну, вообще его можно, конечно, загрузить и так далее. Но это локальная такая, которая будет давать нам возможность создавать свою базу данных с нуля, как бы проходить регистрацию и так далее, какие-то такие вещи. Ну, сейчас мы будем тренироваться уже на готовой базе данных. На готовой API-шке. И сейчас у меня стоит задача такая. Мне необходимо будет вытащить эти данные, которые здесь находятся, и после в красивом виде все это оформлять. Давайте мы начнем, наверное, с вот чего. У нас будет это такой мини-интернет-магазин, примерно его основной функционал мы будем реализовать. Мы здесь, как? Книги? Тут нет же книг. Ну, нет, тут, смотрите, тут, по-моему, это вот какие-то вещи, то есть тут, по-моему, какие-то ювелирные, электроника есть и так далее, какие-то такие вещи. Одежда, просто? Нет, здесь не только одежда есть. Да, все. И сейчас мы будем пробовать сделать реализацию выставления карточек, чтобы мы могли поставить карточки в красивом виде. Также мы на будущих уроках будем делать, показать отдельное окно товара, добавление в корзину, фильтрацию какую-то, то есть в целом у нас будет такая более-менее полноценная работа. Там сортировка от большего к меньшему, от меньшего к большему и так далее. То есть такие вещи мы будем реализовать на базе данной опишки, да, базы данных. Вот, если мы, в принципе, будем углубляться здесь, то мы узнаем, что здесь у нас количество товаров 20, да, у нас максимум 20 товаров. И тут есть разные категории, то есть, видите, есть женская одежда, есть у нас что, есть у нас здесь какая-то электроника, да, тут, по-моему, есть у нас даже ювелирные изделия какие-то, да, условно, вот. Дальше, точно видел, вначале были мужские товары, да, мужская одежда, ну, и в целом, в целом это все, да, то есть 20 товаров, и у нас есть 4 категории, да, то есть это мужская, женская, электроника и какие-то ювелирные изделия, да. И теперь нам необходимо будет создать какую-то более-менее похожую на правду верстку. Смотрите, ребят, еще раз, для того, чтобы вы сами это практиковали и так далее, да, со стилями работы, то вам необходимо будет, как бы, стили, которые я сегодня буду задавать, сделать получше. У меня будут они очень примитивными, вам необходимо будет сделать это в более красивом виде, да, на свой вкус и так далее. Заходите в Figma, берите примеры, если вам что-то тяжело, в принципе, вы можете зайти там на Bootstrap и так далее, в какие-то другие исходники, где можно найти более-менее подходящий красивый стиль, да. Мы сегодня на них так сильно акцентировать внимание не будем. И давайте я начну построение нашего, нашей работы, да. Давайте начнем мы сначала с наших стилей. Я сделал вот так вот хедер, ой, о стиле говорю с HTML, как обычно создам главный контейнер и пока что это, наверное, будет базовые вещи такие. Здесь создам секцию какую-то условно и у нас будет какой-то некий футер, да. Вот условно у нас есть какие-то такие данные. Написали? Окей, отлично, тогда пойдем дальше. Теперь смотрите, что у нас в хедере, наверное, будет, ребят. Наверное, у нас в хедере будет главная страница, да. Потом, ну, иконку можно вставить, можно нет, да, какую-нибудь сами можете придумать. Ну, давайте у нас будет вот как. У нас будет ли и здесь пускай будет, там главное условно написано, да. Как? Ну, да, точно, я про UL совсем забыл, да. UL, Li. Так, у нас потом будет, давайте сделаем мы, смотрите, я вообще вот это вот заберу отсюда. Сделаю это так. Точно там, как в базе данных прописано. Почему, ну, чуть позже вы поймете, почему это нам будет необходимо. Так, сейчас я это быстренько пропишу. Так, электроника. И последний Li у нас женская одежда. Так, есть, да, ребят? Ну, у нас же нет часов в базе данных. Как? Угу. Угу. Продолжение следует... 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 Это мерджины, пэддинги по нулям дам, боксайзинг бордер бокс, лист стайл можем в принципе здесь нон дать. Ну и пока такие базовые у нас наверное закончились, давайте мы наверное контейнер дадим. Пускай он у нас будет, там можем сделать в принципе максимальную ширину 1200 пикселей, margin 0, пока это пусть будет у нас вот так. Так, теперь давайте мы здесь зададим стили, давайте здесь у нас будет класс header категории и здесь в UL я пишу header. Так, даю обычные наши стили, я это сделаю display flags во-первых в одну строку, поставлю их центр, можно сразу line item center дать и между ними сделаю какие-нибудь подступы там 40 пикселей условно. Пока это вот так, да у меня? Давайте теперь я наверное сделаю так, в стиле header дам пэддинги какие-либо и допустим сделаю здесь сверху снизу по 20, слева справа по нулям. Вот, вот так. Дальше давайте мы сделаем наши header категории ли чуть более красивыми, да, то есть у нас что здесь будет, ребят, пускай у нас здесь будет font size у них 22 пикселя. Давайте так, font weight, допустим я сделаю им жирный шрифт. Также, что мы можем в целом здесь сделать? Окей, пускай они пока будут в вот таком виде и я сделаю header категории ли, допустим при наведении. Что мы можем сделать при наведении? Мы можем его выделять каким-то цветом или снизу подчеркивание, что выберем? Подчеркивание снизу, да? Окей, пусть будет. Как я могу сделать нижнее подчеркивание, ребят? Text decoration А вдруг я цвет хочу? Text decoration? Underline А вдруг я цвет хочу другим и пониже, чтобы было подчеркивание? Color? Нет, ну там сразу же пишут в underline Вот здесь я пишу прям color же? Нет Вот так? Точно? А если я хочу пониже его подчеркивание? И жирность его больше подчеркивания? Border bottom? Угу, есть вариант, что мы можем это сделать border bottom, да? Border bottom, что я пишу? К примеру Ну один, наверное, вообще мало будет Solid И цвет, да? Какой цвет сделаем? Да не важно Ну пока черным пускай Да? Ну что происходит, смотрите? Весь текст прыгает Ага, как мы это можем исправлять? Outline Как? Outline Outline? Нет И? Прыгает Прыгает? Нет Нет, так не должно быть Ну давайте я еще вот этот самый простой дадам пока Но это тоже черный не решит нашу проблему Как мы думаете, почему он прыгает? Ага Как мы это можем исправлять? Как? Position Нет, мне пока не надо Кому? Давайте смотрите, как мы это можем понять, да? Вообще причину, что у нас здесь происходит Вот условно У него высота стоит У наших лишек, да? Какая? Ну как? Там же написано число Не видно что ли вам? 26 26, верно? Смотрите У UL, следовательно, тоже высота 26, правильно? И когда я сейчас пытаюсь навестись На него То, скорее всего, его высота Вот этими двумя пикселями Увеличивается, правильно? Вот этим расстоянием И поэтому он Как бы Они пытаются Центрироваться То есть смотрите Это Если вот этого не будет Align items По идее он не так должен прыгать Видите? Align items нету, ребята Он не прыгает Видим? Да? Но align items Если нам нужен, к примеру Мы эту проблему можем решить Каким образом? Просто дать больше Я делал Высоту Мы прям высоту будем давать H Допустим, я сделал вот 30 пикселей Это решит нашу проблему? Как вы думаете? Решила? Почему такое происходит? Когда я даю Align items center, ребят То вот эти все лишки Смотрите У них есть Единая высота Изначально Помните? 26 пикселей И следовательно Когда я Навожусь на какой-то элемент То высота Нашей лишки Одной Становится 28 уже, правильно? Ну там 2 пикселя Пробавляется Верно? Вот этого бордера И следовательно У всего UL Тоже высота На 2 пикселя Увеличивается А когда мы даем Align items center То наши Здравствуйте То наши Лишки Пытаются стать В один Центрироваться По оси Y Понимаете? И когда мы Увеличиваем высоту Следовательно На какой-то Минимальный пиксель Они все равно Дергаются Понимаете, да? И когда мы убираем Наш курсор То они Высота Обратно Становит 26 И они обратно Пытаются Стать вровень То есть Постоянно Вот этого Дергания будет И чтобы Эту проблему Решать Вы просто Можете Увеличить Общую Высоту Или Пэддингом Или высотой UAL Или Лишек И тогда У вас Этой проблемы Не будет Потому что Даже если Мы даем Здесь 2 пикселя Бордера То это все равно Не достигает 30 Потому что 26 Плюс 2 28 Там все равно У нас 2 пикселя В запасе Остается И поэтому Он И так Центрирован Ему Ну нет В принципе Двигаться Понимаете Да Ну вообще Это были Такие базовые вещи К примеру Вы могли Это сделать Не только Бордером Вы могли К примеру Это сделать Еще чем Если не Бордер Боттом Как мы Еще можем Нижнее подчеркивание Задавать Не задумывались Before After Мы могли Это сделать Ну в целом Можно и Before After Это сделать Окей Хорошо Теперь Давайте Мы Теперь Будем Делать С вами Такую Вещь Окей Пусть Наш Хедер Пока Будет Таким Он Не Очень Красивый Задание Вы Понимаете Да Вам Нужно Будет Сделать Очень Красивый Стиль Да Хорошо Пойдем Дальше Теперь Давайте Мы Сейчас С вами Просто Дефолтно Построим К примеру Карточку Для Первого Товара Прям Вот Условно Вот Это Такой Рюкзак Как Он У Нас Будет Выглядеть Просто Давайте От Себя Будем Представлять Как Мы Хотели Чтобы Наша Карточка Товара Выглядела Фотка И Потом Снизу Сразу Данные Идут А Карточка Сама Будет В каком Бордере Или Не Будет Будет В Бордере Хорошо Давайте Тогда Мы Начнем С С С С Наш Кар Это Наша Одна Карточка Правильно У Нее Будет Что Тег Image Верно Дальше Что Еще Будет Как Price Так В Какой Тег Мы Обернем Да Как Нет Нет Надо Писать Окей Пусть Будет H2 Давайте Здесь Будет Вот Так Price Двое Точие Какая Это Цена Да Пока Я Там Сдел Вот Такое Значение Дальше Что Мы Говорили Еще Будет Название Да Наверное Сначала Какой Тег Мы Будем Оборачивать Ребята H1 Серьезно Price H3 Пускай У нас Будет Что Первее Должно Быть H3 Или Title Или Цена Сначала Title Окей H2 Название Название Сразу Можно Писать Название Без Этого Какого То Давайте Я Вот Это Вот Фот Вы В Принципе Можете Зайти На Базу Данных Хотя У вас Этого Нет Вы Можете Вот Эту Ссылку Поставить Туда Ну Прям Можете Вот Ну Давайте Я тоже Считаю Скину В Группу У вас Чтоб Ссылка У вас Это Была Так И Давайте Я Название Данного Товара Заберу И Подставлю Вот Сюда Окей Ладно Давайте Его Цену Тоже Здесь Укажем Так Вот Вот Так У меня Это Пока Получается Хорошо Дальше В какой Тег Мы будем Оборачивать Описание Тег И Вот Это Все Мне Сейчас Необходимо Будет Забрать Да Ребят Так Можете Прямо Это Значение Забрать Себе Ладно Пусть У меня Вот Так Будет Что У меня Там На Чем Так Да По Моему Так Окей Хорошо Есть Дальше Иконки Ну давайте Иконки Мы чуть позже Будем Подставлять Да Там Какие То Ну Это Все Базовое Категория Нам Не Нужна Или Нужна Как В HTML Не Нужна А Где Она Будет Нужна Нет В смысле Вот Здесь Я имею В В Корзину Там Допустим Корзину Удалить Вот такая Кнопка Удалить Это Самой Корзине Будет Мы пока Только Эту Верстку Рисуем Так Вот Есть Да У нас Базовые Такие Вещи Теперь Так Корзину Так Давайте Я Наверное Сделаю Вот Так Окей Пишем Байсал Ты Пишешь Как Так Теперь Давайте Начнем Разбираться Со стилями Да Ребят Как Они У нас Будут Выглядеть И так Далее И тому Подобное Да Давай Сначала Карточки Наверное Мы Дадим Размер А потом Фотки Уже Будем Задавать Как То Так Давайте В принципе Мы К примеру Так Ребят Смотрите У нас Ширина Контейнера 1200 Максимально Да Как Мы Можем Сколько У нас Товаров Должно Быть В одной Строке Давайте С этого Разберемся Три И между Ними Какие Расстояния Должны Быть Примерно Двадцать Двадцать Вот здесь Сорок Ну Давайте Так Смотрите Если Мы Сделаем По 400 То Это Прям 1200 Будет Правильно Три Товара Значит Если Мы Где-то Сделаем 350 То У нас Там Сколько Остается 150 Да 100 100 Нет Не Этот Не 150 Да У нас Остается Расстояние Три По 50 Ну Давайте Попробуем Хорошо Сделаю Вот так Карт Вид К примеру Я скажу 350 Пикселей И давайте Сразу Мы дадим Какой-то Бордер Я Просто Пока Сделаю Вот такой Бордер Чтобы Было Видно Как У меня Будет Выглядеть Мой Какого Размера Будет Мой Товар А Высота Должна Быть У Карточки Или Нет Ребят Нужна Или Пока Не Нужна Ну Давайте Это Чуть Позже Да Я Вам Покажу Что Мы С Этим Можем Делать Выше Поднять Вот Так Вот Так Еще Выше Ниже Так Она Так Было Вроде Еще Ниже Да Я Просто Контейнер А Вот Контейнер Вот Так Давайте Чекнем Что У нас Вышло Вот Вот Такая У нас Карточка Огромная Теперь Смотрите Фотка Все еще Видите Свой Размер Ну Как бы Нормальный Размер Не Принимать Чтобы Это Исправить Все Максимально Просто Мы Можем Делать Кард Имидж Сказать Витц 95% К примеру Вот Ну Можно Еще На самом Деле Высоту Уменьшать Фотки То есть Мы В целом Можем Сейчас Фотки Дать Какой-то Некий Размер Ну Я Точно Не Знаю Подойдет Это Нам Или Нет Ну Пусть Будет Вот Так К примеру Здесь Это Будет Не Очень Красиво У нас Выглядеть Почему Потому Что Тут Разного Вида Фотографии Вообще Вообще Изначально Когда Дизайнер Подготавливает Фотки Допустим К интернет Магазину Они У них Все Одного Дефолтного Размера Допустим Если Они Есть Фотографии Для Карточек Они Всегда Придают Их В Одного Размера Здесь Все Фотографии Разного Размера Разной Высоты Ширины И Поэтому Когда Скажем Так Проблемы Дизайнеров И так Далее Частей Мы Своей Части Даем Стандартный Один Размер Всем Фотографиям Да Это Ширина 95% И Высота 350 Пикселей Окей Хорошо Давайте Так Смотрите Ребят Теперь Нас Устраивает То Как Здесь Находится Ну Какие Еще Стили Мы Можем Здесь Делать Давайте Начнем С Этого Еще Меньше Размер Сделать Окей Хорошо Давайте Еще Тогда Уменьшать Буду Размер Тогда Мне Нужно Карточки Давать Вот Так И Здесь Давайте Сделаю Вот Так Еще Меньше Ну Просто Стиль Ребят Давайте Внешний Вид Карточка Должна Выглядеть Как То Еще Меньше Хорошо Давайте Вообще Буду Уменьшать Намного Сделаю Это Вот Так Ну Смотрите По Высоте Тоже Меня Немного Не Устраивает Ну Вот Вот Так Я Дал Ширину Карточки 250 А Высоту Фотки Тоже 250 Как Как Еще Раз Что 3 Сколько Ну 20 Штук Без этого Если На Тебе Три Там Один Два Не Пускай Три Ладно Че-то Такого Да Пойдет Так Ребят Ну Что Еще Мы Можем Здесь Делать Нас Это Устраивает Вот Таком Виде Что Ли А Вы Сделаете Хорошо Окей Давайте Договорились Тогда Давайте Я Дам Какие-то Свои Некие Стили Допустим Сделаю Здесь 150 H 40 Пикселей Там Background Red Условно Color White Phone Weight Bolt И Border Non Условно И Border Radius Я Там Делаю Допустим 15 Пикселей Теперь Смотрите С самой Карточки В принципе Можно Задать Пэддинги Так 15 Пикселей Со Всех Сторон Дальше Смотрите Ну Можно Вообще Ее Закруглить Можно Не Закруглять И Так Далее Теперь Смотрите Ребят Вообще В идеале Вот Вот Это Вот Видите H2 Тоже Для него Достаточно Большой Это Значение Принимает И Вообще Мы Могли В целом Это Сделать Вот Так Попробуем Давайте H4 Поменять И Если Мы Сделаем Такую Логику Вот Вот Так И Там Поменяйте На Какие То Свои Цвета Да Там Цветовую Гамму Сделать И Тому Подобно В целом Вот Вот Так У нас Будет Выглядеть Один Товар Хорошо Теперь Что Нам Необходимо Будет Делать Дальше Ребят Давайте Мы Сейчас С помощью Джава Скрипта Сделаем Так Чтобы Все Наши Товары Показывались Понимаете То есть Нам Необходимо Сейчас Делать Что Мы Вот Нарисовали Примерную Верстку То есть Когда Вы Будете Строить Какой Либо Тоже Допустим Интернет Магазин То Вы Сразу Не Будете Начинать Джава Скрипта И так Далее Вы Вот Так Сделайте Всю Верстку Сначала Абсолютно А потом Уже Там Где Надо Будете Подгружать Джава Скрипт Да Ну Вообще У нас Будущем Будет React Но В целом Примерно Работа Похожая Здесь Вот Мы Нарисовали Верстку Мы Понимаем Как Это Выглядит Все Теперь Мы Можем Так Окей Смотрите Ребят Сейчас Наша Задача Состоит В том Чтобы Мы Должны Отправить Запрос Вот Сюда Верно Как Мы Можем Отправлять Запрос Как Fetch Супер Я Пишу Фetch Дальше Что Я Пишу Ребят Кто Помнит Кавычки Нужны Не Нужны Обязательно Хорошо Подставляю Сюда Вот Эту Ссылку Верно И Точка Зен Что Я Зен Что Это Так Что Это Так Вот Здесь Я Пишу Рест Или Респонс Что Это Рест Кто Может Объяснить Как Запрос Живот У Меня Респонс Это Параметр Ответ Да Что В Этом Ответе Хранится Вот Это Все Да То Респонс Рест Это Вот Это Все Дальше Что Я Здесь Должен Написать Обязательно Что Это Значит Почему Я Пишу Рест Джейсон Ребят Джейсон Да Формат То Наш Ответ Который С базы Данных Приходит Надо Преобразовать Джейсон Формат Я Его Преобразую После Того Как Он Преобразуется Я Запускаю Новый Зен Верно Который Что У меня Уже Выполняет Можно Написать Дата Ну И Давайте В Консоли Проверим Да Что Пришли Вообще У Меня Данные Давайте Я Проверю Просмотреть Код Консоль Array 20 Все Вроде Бо Все Пришло Да Теперь Ребят Смотрите Что Нам Необходимо Будет Здесь Такого Выполнить Мы Эти Данные Вот Получили Они У нас Сейчас Хранятся Внутри Вот Этой Даты Правильно И Теперь Что Мне Необходимо Сделать В Кард Закинуть Точно Сколько Кардов У нас Будет Рамазан 20 То есть Не Внутрь Кард А Внутрь Кард Точно Кард Это У нас Как раз Таки Один Товар Таких Будет 20 Правильно У нас Но Мы Не будем Сейчас Создавать Вручную 20 Мы Просто Один Раз Вот Этот Код Скопируем Подставим На JS И Все У нас Окей Будет Работать Верно То Смотрите Что Мне Необходимо Сделать Мне Здесь Необходимо Будет Вытащить Cards Равно Документ Точка Query Selector Cards Верно Дальше Вот Здесь Смотрите Я Раскрываю Вот Удаляю Консоль Лог Свой Раскрываю Фигурные Скобки Cards Точно Cards Точно Еще раз Спрашиваю Ребята Внутрь Карца 100 Будет Создаваться Давайте Начнем С этого 20 Карточек Правильно Дивов Карт То есть Вот этих Мы просто Этот код Подставим Но Перед Этим Вот Эти 20 Откуда Она Будет Брать Вот Это Число 20 Откуда Она Берет Еще раз Откуда Она Берет Из Даты То есть Нам Сперва Нужно Что Сделать Не Очистить Какой Форичнуть Или Мэпнуть Перебрать Массив Дата Назвать Каждый Объект То есть Видите Да Здесь Каждый Объект У меня Будет То есть Один Товар Называться Как Эль Дальше Теперь Я могу Делать Cards Точка Inner HTML Дальше Почему Плюс Равно Что Все 20 Товаров У меня Показались Если Я Просто Укажу Сейчас Давайте Для Проверки Да Сделаем Это Смотрите Вот Этот Карц Мы Весь Ребята Скопируйте Зачем Ал Весь Карты Видите И Подставьте Его Просто Вот Сюда Он Уже У нас Готов Смотрите Что У меня Произойдет У меня Вообще Да Ничего Не Произошло Сейчас Проверим Что У меня Один Товар Только Показывает Мы Мы Ж Этот Запрос Делали На Все Товары Он Пойди Покс Да Да Здесь Необходимо Будет Прописать Этот Ну Да Вместо Смотрите Фотки У нас Будет Получается Здесь Вот Так L Точка Там По-моему Image Да Сейчас Фотка Последнего Товара По-иде Должна Быть По-моему Последний Товар Давайте Чекнем Ну Да Это Лондон Дальше В Названии Мы Меняем Получается L Точка Title Да Это У нас Здесь У нас Будет L Точка Price А В Описании У нас Будет Так Price И Здесь У нас Будет L Точка Description Так Во Видите Это За пределы Выходит Нужно Будет Здесь Там Тоже На Стиле Видите Поработать Ну Ладно Ничего Страшно Нас Сирия Сейчас Будем Работать Видите Только Последний Товар А если Я сделаю Плюс Равно То У меня Все 20 Товаров Уже Здесь Видны Ну Сейчас Надо Тут Display Flex И так Далее И тому Подобное Все Это Нам Задать Да Ну Вот Все 20 Товаров Мы Получили В виде Карточек Видите В таком Виде В котором Мы Создали Да Хорошо Смотрите Теперь Напишите Это Ребят И Продолжим Как Напишите Васял Ты Ничего Не пишешь Нет Это Или Точка Имыч Написали Нет Вообще Даже Фотографии Не выходят Код Не Код Покажите Свой Не Подставляйте Ладно Ничего Страшного Как я Написал Вот Уже Ставьте Фотки Выйдут У вас Как Просто Корзину У всех Забы Корзину Слово У всех Кнопок Ой У всех Карточек Батт Неизменный Будет Корзина Оставаться У всех Все Получается Ребят Как Стиль Карц Вот Это Только Да Оттуда Можно Удалить Карц И тот Див Можно Сюда Сразу Перекинуть Карц Только Кард Див Только Кард Див Удалить Кард Оставь Как У тебя Да У тебя Вот так Как у Меня Или Нет А ты Вот так Точно Создал Точно В таком же Виде Скопировал Подставил Див У тебя же нету Да Класс Див Еще Потом Получилось Как Что Незеленое Карц Ничего Страшного У меня Просто Другой Цвет У вас Другой Типа Это Нормально Тут У вас Дива Нет Видите Поэтому Смотрите Вот Этот Див Вы Должны Были Весь Кард Забрать Ну Вот Здесь Можно Удалить Его Здесь Не Нужен Здесь Создаете Див С Классом Кард Ну Как Обычно Див Ну Короче Понятно А Вот Здесь Закрываете Див И Все Окей У вас Будет Что Там Много Пишут В Шутки Чего Говорит Комит И Комиссия И Читает Мерч Получилось Да У вас Получилось Так У вас Тоже Да Все Окей Ну Да Ну В стиле В принципе Да Сейчас Не так Важно Да Ага Супер Так Хорошо Теперь Теперь Смотрите Давайте Продолжим Что Нам Необходимо Будет Сделать Дальше Следующим Действием Такое Интересное Здесь Может быть Событие У нас Что Давайте Я задам Такие Базовые Стили Моему Диву Cards Ну В целом Я могу Это Делать Вот так Cards Чтобы Поставить Их В одну Строку Я Делаю Смотрите Вот так Display Flex Они у меня Все В одну Строку Дальше Как Мне Делать Так Чтобы Те Кто Не Помещались Падали На Следующую Строку Flex Vrab Vrab Ну У меня 4 Да Помещаются Ну Так Давайте Я Делаю Justify Content Space Between Ну Или Space Around Или Space Between Вообще Ну Лучше Between Пока Пусть Вот так Да Ребят И Теперь Смотрите Ребят Это Нормально Что Оно У меня Выглядит Вот Неким Образом Я Име Ввиду Карточки Как Бы Мы Хотели Чтобы Они Выглядели Смотрите Если Мы Вот Здесь Дадим Им Line Items Центр То Вообще Вот Такая Вещь Произойдет Какая То Лестника Из Карточек В любом Случе Нужно Единую Высоту Задавать Они В Диви Карц Они В Диви Карц У Меня Как Мы Это Можем Исправить Можем Лима Это Исправить Ребят Наверное Можем Да Что Мы Можем С Этим Сделать Каждая Мудива Единую Высоту Надо Задать Правильно Смотрите Ребят Если Я Сейчас Задам Вот Такую Карточку Смотрите Вот Такая Длинная Высокая Будет Это Нормально Давайте Мы Вот Это Сократим Сейчас Просто Сократим Хорошо Не Будем Пока Что Вот Эту Логику При Нажатии Вскрывания И так Далее Мы Это Чуть Позже Будем Делать Но Сейчас Я Хочу Сократить Как Как я Это Могу Сделать Нет Сократить Количество Слов Я имею Ввиду Дескрипшен Видите Очень Много Описания Я Хочу Чтоб Совсем Немного Его Было Хорошо Давайте Просто Вырежем Его Вот Здесь Я Напишу Точка Slice 0 И Допустим Что Какой 100 Это Многовато Мне Кажется 30 Пускай Будет Ну Пускай 30 Пока Вот Так Ну Видите Он Здесь Неправильно Порезал Слова И так Дальше В любом Случае Ребят Смотрите Высота Дивов Одинаково Карда Нет Тогда Что мы Можем Как решать Эту Проблему Нам Все Также Необходимо Ребята Задавать Единую Высоту Моим Дивом Я Скажу Моему Карду Высота У тебя Будет 300 Пикселей Ну 300 Оказ Маловато Сейчас Нужно Здесь Тоже 500 Много Давайте Так 380 Нет Там 400 Этот же Было Недостаточно Давайте 410 Все Так Видите Вот Здесь Верна Этот Не Помещается И так Далее Значит Все Так 430 Пускай Будет Видите Вот Это Тоже Не Поместился То У этого Тайтла Видите Тоже Очень Много Так Что У нас Тут Самое Высокое Я Так Подозреваю Что Вот Это Да Так 450 Так Ладно Пускай Будет 500 Тогда Ну Вообще Не Важно Какая Здесь Будет Высота Ну Смотрите У Всех Сейчас Единая Высота Верно Ребят Но Смотрите Сейчас Вот Эти Значения Находятся В одной Строке Или Нет Ну К примеру Смотрите Одной Высоте Дойдут Мы Это Поняли Допустим Вот Название Вроде Бы Тоже Прайс Скорее Всего Где-то Будет Не На Одной Высоте Допустим Вот Вот Здесь Уже Да Заметно Кнопки Тоже Не На Одной Высоте То Видите Вот Так Идет Волнами Мы Должны Сделать Так Чтобы Все У Нас Было Как Б Б Параллельно Друг Друг Да Все Кнопочки Параллельно Друг 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 Все Прайсы Параллельно Друг 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 Там Все Тайтлы Параллельно Друг 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 Как Мы Это Можем Решить Так Что У нас Лучилось Как Мы Это Будем Решать Ребята Нет Как Это Не До Этого Просто Отступ И Давайте Смотрите Какой Вообще Идеальный Способ Есть Для Этого Решения Смотрите Мы Сейчас Просто Вот Эти Все Кнопки Вот Это Все Image Title И Price И Описание Мы Закинем В Один Див Ну То Внутри Вот Это Все У Мы Создадим Див Для Вот Этого И Кнопку Отдельно От Них Создадим И В Этом Случ Смотрите Что У Нас Я Зайду К себе В JS Обратно И Смотрите Внутри Карты Я Создам Еще Один Див Див Который Будет У Нас Вот Вот Так Менять Эти Значения Как Ну Можно Задать Да Класс Теперь Смотрите Теперь Зайдем Мы Сделали Да Вот Так Теперь Смотрите Здесь Я зайду В стиле И напишу Карцу Моему Смотрите Display Flex То Вот Такая Каша Произойдет Верно Сделаю Здесь Смотрите Flex Direction Column Верну Обратно В исходное Положение И Теперь Я могу Сделать Justify Content Space Between То Вот С кнопками Мы решили Эту Проблему Ребята Смотрите Неважно Как У нас Будет Кнопки Все равно У нас Всегда Будут На одной Высоте Находиться Понимаете Да 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 Байсал Все верно Зачем Да Ну да Да Ну да Ну колум Да Я про это Забыл Ну здесь Это Этот Row Гэп Row Гэп Я не знаю 40 пикселей Вот так Да К примеру Ну Видите Более-менее То есть Если вы Допустим Сейчас Смотрите Ну здесь Все равно Это Не столь Супер Решение Почему Потому что К примеру Вот вы здесь Все равно Видите Прайс Да Вот здесь Идет Прайс Здесь То же самое Нужно Использовать Создать Определенные Дивы И там Display Flexить Justify Content Space Bitfin И так далее Давать Тогда у вас Будут здесь Приниматься То есть Абсолютно Похожая Логика На эту Дальше Дома Вот эту Логику Доделать Да Чтобы вы Могли Выравнивать Чтобы они У вас Все шли Параллельно Одной Линии Понимаете О чем Ребят Код Что именно Стили Или что Вот стили Я вот эти Вот написал Вот Display Flex Column Space Between Jazz А Jazz У меня Просто Див Создан Вот он Внутри Карт Див Вот здесь И здесь То есть Див Обернул Фотку H4 H3 И P Button Не брал Куда Они же У меня Ничего Нету В стиле Что Ли Выше Смысли Бакет Проснулся Стиле Стиле Карца Ага Ну то есть Это один из способов Ну конечно Это можно и другим И позиционированием Это можно решать И так далее Ну это Такой самый Такой рабочий Удобный способ Чтобы все выровнять В одни линии Но на самом деле Таких конечно Способов Очень много В стиле Карца Вот Карта Вот так у меня Вот Вот так Там Display Flex Flex Direction Column Justify Contents Space Between Все элементы Ну как Для вас Креп Круглые скобки Слайс Так Ну что Можем продолжать Дальше Ребята У всех Все получилось У кого Не получилось Бакыт Получилось Как Вроде Будь Подключили Скрипт Так Так Вот Это Да У вас Этот Ничего не Выходит Надо Проверять Джаваскрипт Ловить Концент Другой Ловить Unexpected Копин То есть Говорит Что Что-то Лишнее У вас Здесь Может Быть Какая-то Лишняя А Квари Селектор Мы же Пишем Круглые Стук И что Так Ну как Где у нас Мотка Вот здесь Вот Вот Видим Вот Теперь Вот здесь Он что-то Немнож Запрос Отправит Чем У нас Затк Карта Курмэнк Курмэнк Чем Ну У нас Там, смотрите, в базе, если по ссылке проходить, то там, короче, фотка не как имидж, а как имидж. И вот, в стиле D еще не дописано вообще. Ну, допишите, да, потом? Хорошо? Ну, вот такие базовые вещи есть. Так, как успехи у других? Все выходит, все получается? Только можете еще раз объяснить, как он работает? Как он работает? Ну, смотрите, чтобы у нас все окей работало. Ну, начнем с того, что как, что такое justify-content space-between? Не, ну это же display-flex, space-between. Равное расстояние по оси X, верно? Но когда мы делаем flex-direction column, то у нас justify-content отвечает уже за ось Y, верно, вверх-вниз. И смотри, мы сделали так, что у нас есть карт, и у него было там 4 ребенка. Это фотка, там, H4, H3, P, button. Даже 5, да? И в целом, что мы будем делать дальше? Мы сделали вот этой карточке, дали, всем карточкам дали высоту 500 пикселей изначально. После мы сказали, что вот это вот, внутри карта мы создадим всего 2 ребенка. Это у нас будет, видишь, карт, div, один ребенок и второй button. Понимаешь? Вот этот div имеет какой-то свой размер, в зависимости от контента, который в нем будет. И после button. И карту я сказал, display-flex встал в одну строку. Дальше сказал, flex-direction column, он обратно вернулся в свое положение, как был. Я сказал, space-between, расстояние между твоими детьми будет в одинаковом количестве. И, следовательно, у него всего 2 ребенка, это div и button. Все кнопки, ну, space-between делает так, что первый элемент всегда идет в начало, последний элемент всегда в конец, правильно? Верно? Здесь только он будет не по оси x, а по оси y работать. И, следовательно, первый ребенок у нас div. Вот здесь всегда начинается, грубо говоря. А кнопка всегда с конца начинается. Ну, здесь padding еще 15 пикселей, понятное дело, да? И вот, видишь, все кнопки с конца начинаются. Все divы как бы идут сначала. И поэтому наши кнопки встали вот в один ряд. Понимаешь? Потому что они все будут начинаться с конца. Ну, как бы, стоять в конце, да? Не начинать с конца, а стоять в конце. С помощью space-between. Поэтому они у нас параллельно стоят. Но чтобы, к примеру, сделать вот это с pricing, здесь тоже нужно будет махинацию делать, создавать divы и так далее и тому подобное. Понимаете? Чтобы все price там или какие-то другие значения тоже вставали. Точно по такой же логике. Создавать определенные divы внутри, давать space-between, размеры специальные свои. Ну, тут нужно посчитать, да, опять же, свои размеры. Это, в принципе, не сложно. Посидите полчасика, мне кажется, без проблем делать. Ну, максимум часик. Ничего сложного тут нет. Главное понимать логику его работу. Что мы space-between раскидываем их по разные расстояния. Вот и все. Шултан? Точно? Точно? Точно понятно? Да. Отлично. Хорошо, давайте тогда пойдем дальше. Смотрите, теперь... Что у нас вообще по времени там? Ну, есть. Теперь мы давайте будем реализовывать такую логику. Попробуем сейчас с вами реализовать... Наверное, открытие отдельного окна, да? Открытие отдельного окна. Для вас это будет что-то новое. Ну, там буквально, может быть, 5 минут еще задержимся, да? Если по времени не будет хватать. Я сейчас буду показывать. Смотрите, ребят, чтобы нам открыть... Ну, как у нас происходит отдельное открытие товара? Мы будем нажимать на что? На фотку или на весь див? Ну, в какой момент у нас будет открываться товар? Когда мы будем именно нажимать на фотку или, допустим, я нажму на это и тоже меня откроет в отдельное окно? Как? Нет, зачем? Тут же этот... Обычно же, когда в этих нет же никакой кнопки... Не-не-не, я сейчас говорю. Отдельное открытие, типа... На весь див или... На весь див или... Ну, смотрите, то есть, неважно, нажму я вот сюда или вот сюда куда-то, то он у меня откроет этот товар. Или именно на нажатие на фотку это у меня происходило. На фотку лучше. Если это фото и описание на один див засуну, и именно туда, да? Короче, ладно, тут у нас мнения разделились, да? Короче, на самом деле это не столь важно, просто... Давайте сделаем просто на весь див, а потом это просто обернете вы как... Так далее. Короче, все максимально просто, хорошо? Но сейчас нам необходимо понять... Ну, неважно, на что мы нажимаем, да? Главное, мы переходим. Допустим, я нажму на фотку, я перехожу на какую-то страницу, где есть отдельный товар, да? Там... Только он, да, условно. Вот он с большой фотографией, и тут все описание его, и какие-то еще дополнительные там... Характеристики, да? Его, неважно. А как это реализовать, как нам эту логику сделать? Логика здесь немного сложна для понимания, но в целом я постараюсь все просто объяснить. Смотрите, ребят, у нас есть вся база данных, правильно? Она находится у нас по ссылке какой? Там fake.opistore, там что-то так далее, .com, slash products. Это все наши товары, верно? Мы получаем все 20 товаров. Правильно, вот, ребят, листая все 20 товаров у нас здесь есть. И, к примеру, если мне необходимо получить только один товар, только один. Как я могу это сделать? С опишками можно работать, добавлять им какие-то, скажем так, ссылки, дополнительные параметры, да, и так далее. То есть, смотрите, если я вот эту ссылку нашу, которая у нас стоит, сделаю еще вот так. Слэш и напишу один число. Слэш и напишу число один. Нажму enter. Я получу, ребята, что? Первый объект. Первый объект. Первый товар. Давайте мы проверим, действительно ли это наш первый товар. Вот он, видите, да? И я действительно вижу, что это... Где он у меня? Вот он. Это он, верно? Если я напишу здесь, допустим, слэш 20, то есть, когда я делаю свой запрос не просто продукт, а еще добавляются какие-то слэши и так далее, да, и число, то я получаю именно один товар, верно, запрос? И я получаю именно тот товар, который мне нужен. Теперь наша задача состоит в том, чтобы когда мы нажимали на наш диф, да, условно, или фотку, неважно, то мы должны будем как-то передавать вот это число. Один, два, три, четыре и так далее. И отправлять новый запрос. Смотрите, давайте так. Для того, чтобы создать новый вообще товар, да, ой, новую страницу товара, мне необходимо здесь, наверное, будет, ребят, создать one, там, допустим, product. Внутри one product я уже буду создавать, ребята, one product.html. И, ну, стили тоже, само собой, нужны, но здесь пускай стили будут такими one product.js и one product.css. То есть, смотрите, ребят, я создал папку, я ее внутри idea, да, создал, так, ее надо вытащить сюда. Я создал папку, ребята, видите, one product, где я создал one product.html, css и javascript. Смотрите, здесь наша обычная верстка, здесь мы можем делать вот так, пока что one product, условно, и давайте h1 one product, пускай она будет так и выглядеть. Подключу сразу же ему стили. Нет, такой будет один всего. One product.css и script.src one product.js. Так, ребят, давайте так, ребят, посмотрите, пожалуйста, хорошо, потому что я боюсь, что мы не сможем успеть это. Ну, в видеоуроке все будет видно. Так, давайте вообще я проверю по звуку. Звук, по-моему, все окей идет. Так, теперь смотрите, ребят, логика у нас будет такой, что когда мы будем кликать из своего, ну, javascript, да, грубо говоря, неважно, допустим, на свою фотку, давайте вот так, я сделаю здесь тег A. Создадим тег A. У нас у тега A есть hrf, верно? Какая-то ссылка. И пускай это будет у нас пока что вот так. То есть, грубо говоря, когда я буду кликать на свою фотку, я куда-то буду переходить. Куда я буду переходить? На вот эту страницу one product, верно? Смотрите, как мне указать эту страницу, переход на эту страницу, ребят? Да, как? Точка слэш? Нет, у нас две точки. Две точки? Да, две точки. Две точки это что у нас? Это когда мы выходим наоборот. Две точки, а нам нужно выходить сейчас? Мы с джеса хотим куда? Мы отсюда хотим попасть куда? Да, ладно. Вот сюда? Слэш это просто слэш. Просто слэш? Два слэша или? Два слэша? Да, слэш. Просто слэш, окей. Ребят, что забыли, как пути пишутся? Да, две точки. Две точки. Две точки слэш, точно? Нет, точка это выходит туда. Да, да. Смотрите, ребят, давайте, нам нужно, сейчас, давайте так, откуда мы хотим попасть куда? Смотрите. Из джаваскрипта мы хотим куда попасть? На вот этот html? Смотрите на вот это дерево. Из вот этого джаваскрипта мы хотим попасть вот сюда. Мы можем напрямую попасть сюда? Куда мы должны сначала попасть? Вот сюда? А потом? Супер. Диктуй, Нурсултан. OneProduct слэш. Вот так? Да? Давайте проверим. Обновляясь, нажимаю, перешел. Попал? Вот он, OneProduct, верно? Вот у него есть title OneProduct и h1 пока что. Попадаю на эту страницу, верно, ребят? Но никакие данные я здесь не получаю сейчас. Я просто переход сделал. Верно? Переход на новую страницу. Этот момент все помним, ребят? Все это знают, верно? Новую, как новую страницу добавлялись. Ребята, которые с авторгрупп, вы же это тоже сделали же, верно, многостраничные сайты? Вы это не делали? Ну, смотрите. Чтобы создать, допустим, многостраничные сайты, нам нужно множество html документов. То есть, одна страница отвечает за один html документ у нас. Изначально в нашем виде. И чтобы мы могли открывать новую html страницу, переходить на нее, то нам необходимо будет указывать путь. Путь у меня здесь был такой. Смотрите. Я отсюда должен попасть вот сюда. Мне не нужно ниоткуда выходить. То есть, если я отсюда бы хотел попасть сюда, то я бы написал бы две точки слэш. Потому что мне надо было выйти в этой папке. То есть, выйти в эту папку, а потом попасть сюда. А здесь, из джесса, я могу напрямую попасть в эту папку, а потом уже достать внутренность OneProductHTML. То есть, вот в чем разница. Две точки слэш. Но мы это можем чуть на следующем уроке еще разобрать. Да, вот эти две точки слэш. Пути они не сложны. Ну, сейчас я, указав данный путь, попадаю на новую страницу. OneProductHTML, которую я создал. Понимаете? И когда каждый раз я буду попадать на OneProductHTML, то мне необходимо будет делать специальный запрос. Запрос у меня будет новый. В зависимости от товара, на который я нажму, у меня будет происходить вот здесь вот запрос. То есть, меняться вот это число. 20 или 0. Ой, ну и 0 не бывает. 1, 2, 3, 4 или 20. Короче. Понимаете? У меня должен идти вот такой вот запрос. Как он у меня будет работать? Смотрите, ребят. Когда я попадаю на страницу OneProductHTML, у меня запускается запрос, верно? То есть, мне в JavaScript нужно что сделать? Fetch. Смотрите, я сделаю вот так. Смотрите, я буду постоянно получать сейчас первый товар. OneProduct, ну, сделал, видите, да? Смотрите. Zen, как обычно, наш. Res. Наш обычный res.json. Пишу обратно. Zen обрабатываю ответ. Нет, здесь напишу One, допустим. Console.log. One. Смотрите, ребят. Сейчас я на главной странице, смотрите, нажимаю, ну, допустим, вот на первую, да? Просмотреть код. Консоль. Получаю объект. Получаю какой товар? ID. Давайте вот так. Первый. Хорошо, ребят, смотрите. Если я кликну, к примеру, на второй товар, у меня происходит запрос куда? Все так же один. Я все так же один получаю. Это нормально. Почему? Потому что мы здесь постоянно говорим. Когда в страницу мы попадаем в OneProduct, ты все время делай запрос на вот эту страничку один. Теперь же, смотрите, как мы можем вот это вот число ID, вот этот, передавать как бы новому документу. Нам же как-то это нужно передавать. И смотрите, чтобы это сделать, мы можем сделать вот здесь вот такую вещь. Вот это число 20, там, один и так далее берется из ID, верно? Да? Мы это все поняли. Смотрите, вот здесь, когда в пути, я еще укажу вот так вот, смотрите. Вот такой знак. И здесь пропишу L.ID. Видим? Давайте так, сначала без этого, смотрите, на мою ссылку, ребят. У меня, видите, Localhost, у меня вот этот вот локальный порт открыт, да, там, у всех 127, 00 и так далее, верно? Когда я нажму, допустим, вот сюда, у меня становится что? Путь. Добавляется к нему что? OneProduct. То есть то, что мы вот здесь прописали, верно? Да, ребят? Теперь смотрите, я здесь напишу вот так вот, хэш, это обязательное значение, и здесь напишу L.ID. Теперь смотрите, ребята, вот я кликаю на первый товар, что выходит здесь? 1. Смотрите, кликну на второй товар. Меняется это число? Да. Число постоянно меняется, но здесь товар, запрос все еще куда идет? На первый. На первый. Что мы там уже попадали? Ну все верно. Теперь, смотрите, я когда попадаю на новую страницу, я также попадаю на страницу OneProduct, только здесь еще передается вот так вот решеткой, ID-шка какая-то, да, на которую я кликнул, товара, на которую я кликнул. Теперь же, что мне необходимо будет здесь сделать? Здесь мне необходимо будет, ребята, вылабить, вылавливать, перед тем, как у меня происходит вообще какой-либо запрос, вот здесь, мне необходимо будет вылавливать свою location. Смотрите, если мы вот так вот в консоли напишем вот так, ребята, смотрите, location, видим? Да? Глобальный вызов. То, смотрите, что я сначала получаю? Location и здесь что есть? Location это объект. Видите, есть хостнейм, есть HRF, путь, да? И здесь есть хэш, видите, ребята? Да. Да? Теперь смотрите, мне вот здесь вот из этого location нам нужно только что? Точка хэш. Смотрите, точка хэш, я получаю решетка 3, там смотрите, кликну на первый, решетка 1, кликну на второй. Ну там, да, там нормально это, тебе же все, один застает все это время. Ну типа, ну видите, изменяется, видите, 4, то есть ID-шник, вот допустим, это пятый товар по счету, 5. Теперь мне вот эта решетка нужна или не нужна? Не нужна. Не нужна. Как мне от нее избавиться? В этом. Как? Слайс. Слайсом? Слайс и? Один. Один. Хорошо. Проверяю. Один. Смотрите, последний товар у меня был 20, верно? 20, все окей? А теперь смотрите, ребята, вот здесь я сделаю обратные кавычки в запросе. И здесь напишу вместо вот этого, вот это значение мое. А теперь смотрите, ребята, кликаю, смотрите, на первый товар, получил первый товар, хорошо, кликну, смотрите, теперь на второй товар, получил второй товар, получил, кликнул на третий товар, кликнул, получил третий товар. Теперь, что здесь необходимо? Здесь абсолютно все просто. Здесь можно будет сделать вот так вот там. Ну, это опять же нужно вершку, да, создать, хейдер и так далее. Ну, смотрите, я сделаю вот здесь бокс, это будет у меня один товар. letbox равно документ.queryselector.box и вот здесь я уже буду сразу писать. Тут мне ничего не надо forEach, ребят. Почему? Потому что я получаю сразу объект. Я массив не получаю здесь, понимаете? Я сразу объект получаю. Видите? В этом же случае мы получаем сразу объект. А когда мы просто делаем продукт, запрос, то мы получаем массив, поэтому мы forEachем. То есть вот здесь мне достаточно сразу создать вот так вот box.innerHTML, ну, можно, в принципе, плюс равно, кавычки и здесь писать вот так вот. Так, image. А, что у нас, image, по-моему, вот так, да, был даже? Он, по-моему, не парный же, да, у нас? Что у нас там? SRC есть, по-моему, и ALDE. Вот так. И вот здесь можно сразу прописать L, точка, ой, L, говорю. One, точка, image. И смотрите, сейчас мы будем получать, смотрите, вот, кликнул на рюкзак, видим, получил рюкзак. Кликнул на, ну, вот эту, да, я не знаю, что это, кофта. Короче, кликнули. Кликая на куртку, получаю куртку. Теперь здесь вам необходимо то же самое же там. H2, допустим. А, там можно копировать? Нет. Нет, 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 здесь совсем другая будет верстка. Тут совсем другая, когда открытие отдельного... Ну, короче. One, точка, там, title. И кликаю, получаю. Кликаю, получаю. Кликаю, получаю. Все окей? Все окей получается? Все работает? Теперь стилей? Ну, да, там описание, ну, короче, да, тут, там, можете открыть какой-либо интернет-магазин и посмотреть, как выглядит, да, тут, наверное, фотка вот такая большая, здесь право описание, там, какие-то другие. Ну, сами, да, посмотрите, уже не важно. Главное, функционал мы реализовали. То есть, открытие отдельного окна, ребята, работает у нас по какому принципу? Мы, когда делаем запрос и указываем ID, да, нашего товара, то мы получаем именно тот товар. Чтобы это сделать, мы кликаем на наш товар, получаем его ID и указываем это в нашем ссылке. Потом мы с помощью LocationHash и Slice получаем вот это число, которое нам нужно. И в запросе мы просто указываем это число. И потом уже рисуем верстку нашу, которая нам нужна. И мы вот так будем реализовать открытие отдельного окна. И так оно и реализуется. Понятно? То есть, мы не создаем 20, там, или 100 страниц отдельных для каждого товара. Мы создадим только одну страницу, видите, и каждый раз она у нас будет подставлять новые значения. То есть, каждый раз, когда эту страницу будут открывать, будет происходить новый запрос. Следовательно, мы будем получать новую страницу нашего товара какого-то. Вот так это у нас и работает. Есть вопросы по открытию отдельной страницы? Нет, нет. Это и есть локальная. А, кстати, это... Нет, нет, это... Ну, нет, это типа, это база данных, но этот... Локальная мы сами будем создавать. Мы сами будем вот это вот все прописывать. Типа, вот это вот ID, title, price. То есть, мы можем рейтинг убрать или указать и так далее. Короче. Можно? Мы получаем его ID для прикликки или так далее. Джесс. Джесс? Вот. При прикликке, да? Да. Когда я нажимаю A ссылку, я указываю, кликаю путь, куда я, и потом указываю его ссылку, L.ID. Все. Работает это у нас вот таким вот образом, ребята. Все? Да. Перья. rell Valentine.